Ребята, привет! С вами Али Шервы на канале Cinematic. Приблизительно 3-4 недели назад я собрал компьютер на водяном охлаждении на базе процессора от AMD 939X. И хочу рассказать вам про мой личный опыт с материнской платой на чипсете X570. Что значит мне, в общем-то, и не понравилось в этой материнской плате? Давайте про неё сначала вам расскажу свой опыт, а потом мы поговорим о тестах нашего процессора. Значит, смотрите, ребята, если вы решите покупать материнскую плату на 570-м чипсете, приготовьтесь, ребята, приготовьтесь к тому, что, возможно, ваши материнские платы могут быть не совсем стабильными. У них очень много багов на данный момент. То есть с этим я и столкнулся. Когда я купил первый раз вот эту материнскую плату, она у меня начала нереально тупить. Очень сильно тупить начала. То есть я пытался, значит, разогнать свою память. Я не мог этого нормально сделать. Максимум, что я мог выдать, это там 3100 МГц. Я игрался с таймингом, игрался с вольтажом, ничего не работало. Мне было очень тяжело её разогнать. Я не понимал, что происходит. Когда в этот момент в интернете все пишут, что они разгоняли свою память там до 3600 МГц, и у них вообще никакой проблемы не было. Меня это поражало, почему я этого не мог сделать. Потом в итоге, через какое-то определённое время, значит, я не смог вообще свой компьютер даже включить. У меня постоянно слетал биос. Несмотря на то, что эта материнка имеет два биоса. То есть один идёт в качестве бэкапа. То есть в любой момент, если у вас слетает первый биос, вы можете переключиться на второй и запустить свой компьютер. Так вот у меня материнка вообще сдохла по полному. Я не смог её даже запустить. Что дальше произошло? Ну, в общем-то, я связался с онлайн-ретейлером. Сознал, что материнская плата мне не понравилась. Она вся такая глючная, багнутая. Они мне просто сразу на следующий день отправили новую, такую же материнскую плату. Я решил дать второй шанс этой компании Gigabyte. Просто посмотреть. Ну, может, в действительности мне бракованная материнская плата попалась. Кто его знает. Так вот, заказал вторую материнскую плату. Установил. Вроде сейчас работают как часики. Удалось разогнать память на 3600 МГц без проблем. Вопрос только, есть ли в этом смысл. Ну, я опустил его на 3200 МГц. Результатов в скорости и в производительности я реально не почувствовал. То есть оставил на 3200 МГц нашу оперативку. Хочу вам сказать, вот несмотря на то, что, да, вот в этой материнской плате присутствует хорошее питание. А я говорю сейчас о фазовом питании, да, который окружает ваш сокет и дает стабильное питание для разгона вашего процессора. Несмотря на то, что здесь присутствуют 3 М.2 слота для SSD накопителей ваших, эта материнская плата имеет гарбичный софт. Дело в том, что если вы фанат и хотите создать красивую подсветку в вашем системном блоке, а в основном подсветка она работает за счет вашей материнской платы, софта и соединенных компонентов от компании самой Gigabyte. Допустим, у меня видеокарта, она, значит, поддерживает вот эту программу RGB Fusion. По сути, если я устанавливаю этот софт на свой компьютер и соединяю все компоненты, которые имеют совместимость с этой материнкой, с софтвейером, у меня должно все работать синхронно. Но почему-то вот эта материнка Gigabyte не может увидеть в этом софтвейере свою видеокарту Gigabyte, то есть они не общаются с друг с другом. И у многих людей в интернете такая проблема. Я заходил на Reddit, я читал на форумах, что люди пишут. Все, в общем-то, матерятся на то, что софт полное дерьмо, я извиняюсь. Но так оно и есть. Вот, я в прошлом видео про это говорил. И до сих пор эта проблема осталась нерешенной. Вот моя видеокарта, если вы обратите внимание, она светится оранжевым цветом. Хотя она должна синхронно вместе мигать, там, с разными цветами, переливаться. Она у меня тупо зависла в оранжевом цвете, я даже не могу цвет в ней поменять вообще. То есть вот такая вот у меня проблема случилась. Не знаю, если кого-то это интересует, если вы хотите, чтобы ваш компьютер светился, я вам не рекомендую Gigabyte. Смотрите там на Asus, может быть на MSI. Они вроде бы делают это как бы лучше, но у них тоже не у всех есть успехи. Но большинство, у кого там Asus, у них в основном редко бывают такие проблемы с Aura Sync. Но их программа называется Aura Sync. Что я хочу еще вам сказать. Смотрите, мне приходили несколько вопросов по поводу оперативной памяти. Люди говорят, типа, вот, а если я куплю оперативную память там на 4200 МГц, а если я куплю там память оперативную на 3600 МГц, типа, могу ли я ее опустить до вот этой памяти, то, что поддерживает там, до частоты 3200 МГц, то, что поддерживает сам AMD процессор. Ребята, я вам хочу сказать такую вещь. Вот я купил оперативную память 3200 МГц, значит 64 гигабайта DDR4, да, DDR4. Смотрите, она, когда вы читаете на оперативной памяти там 3200 МГц, 3600 МГц, это не означает то, что вы сейчас вставите эту память в свою материнскую плату, и у вас будет такая частота. Нет. Родная частота будет всегда оставаться 2133 МГц. Это то, что стандартом сделано было самой вот этой DDR4 технологией. Вы по-любому будете ее потом разгонять. Это просто производитель вам пишет такую цифру для того, чтобы было понятно, что она была типа якобы протестирована и поддерживает эту скорость при таком разгоне без проблем. На самом деле, вот если я сейчас воткну эту оперативку с нуля в материнскую плату, то, когда я зайду в BIOS, я сразу увижу то, что скорость будет оперативной памяти 2133 МГц. И еще, вот допустим, некоторые производители еще пишут, значит, свой XMP профайл такой, да, это то есть те настройки, которые производители рекомендуют, чтобы достичь определенной частоты. Вот, допустим, вот эта память, она говорит 3200 МГц, но она будет работать, если вы там поставите свои настройки, да, там 16, 16, 16 в тайминге и в latency, и 36, допустим, да. Но на самом деле это не так. Это не означает то, что ваша оперативная память будет работать. Почему? Объясню. Каждая железо, каждая материнская плата требует своих индивидуальных настроек. И об этих настройках, ребята, узнаете только вы. Несмотря на то, что вот у меня были две, допустим, да, вот, это уже вторая материнская плата, которую я покупаю, я вот на ней не мог разогнать эту же память. То есть я ставил там всякие настройки, увеличивал вольтаж, я не мог разогнать на 3200. Я поменял материнскую плату, я только увеличил вольтаж на 1,4 вольта, я даже с таймингом не игрался, я ее мог разогнать на 3600 МГц. То есть видите, это все зависит от, хоть даже вы одинаковое железо используете, это не всегда работает так, понимаете? То есть имейте в виду то, что все настройки вы должны делать под себя, вы должны тестировать, вы всегда должны их подкручивать, где-то убавить там в тайминге, где-то добавить, а где-то вообще не надо тайминг трогать, просто там, допустим, увеличить вольтаж, и все, и у вас она будет работать сразу нормально, без проблем. Так что имейте это в виду. По поводу процессора. Так, ребята, значит, смотрите, открыли AIDU, смотрим, какие температуры. Температуры по процессору, ну, приблизительно 37-40 Цельсий, значит, у нас в холодном режиме, вот даже 46, я вижу, скакнуло неожиданно. Мы запустили, значит, DaVinci Resolve, будем делать рендеринг. 17 минут 30 секунд, значит, это видео. Посмотрим, сейчас мы запустим, оно будет в разрешении 4K, будем смотреть, как оно будет рендериться. Обратите внимание, значит, нагрузка CPU вообще там 2-3%, оно обычная системная нагрузка, то есть, процессор вообще не нагруженный. Сейчас что мы будем делать? Мы запустим наш DaVinci Resolve и включим рендеринг. После того, как мы включим рендеринг, мы посмотрим, как изменится нагрузка на наш 12-корный процессор. И также будем смотреть, какие будут у нас температурные показатели. Помимо этого, мы еще будем мерить, значит, температуру вот этим термометром. Прямо стреляя лучом, лазером в сами цепи питания и в сам процессор. Посмотрим, что он нам будет выдавать. И сделаем эксперимент, значит, с разгоном наших кулеров. То есть, на данный момент эти кулера работают на самых низких оборотах. Во время рендеринга мы постараемся, значит, выбить максимально, что они могут делать и раскрутим их максимально, а потом будем смотреть, будут ли меняться у нас температурные показатели. Итак, ну что, поехали. Давайте нажимаем рендер. Все, рендер пошел. Вон, полоска наша пошла. Значит, рендер пошел у нас. Дальше смотрим. Нагрузка процессора сразу увеличилась, моментально. То есть, был стопроцентный скачок, я так понимаю. И сейчас идет, вот, смотрим, как стабильно он будет делать. То есть, показывает, значит, 79-80% нагрузки. Ну, в районе 75, я бы сказал бы, процентов. Посмотрим теперь температуру. На температуру. Значит, температура процессора выросла на 70, 71. Видеокарта вообще в температурах практически не изменилась. Может, там 2-3 градуса разница. Туда-сюда гуляет. Ну, это нормально. А вот, спрос вырос, да. 68 Цельсий стабильная. Вот я вижу, он показывает. 68 Цельсий на CPU. Дальше. Что по нагрузке? Нагрузка, значит, показывает нам 60-70%. Идет рендеринг. То есть, вот, он рендерит картиночку. Нагрузка 58, 60, 65, 76 даже. Но, видите, это все зависит, в каком моменте самого видео были наложены какие эффекты. И, естественно, будет рендеринг разный. Вот сейчас вообще на 50% он упал, да? Окей, дальше. Давайте посмотрим, что нам показывают температуры. Так, смотрите, сейчас будем, значит, стрелять в цепи питания нашей. Посмотрим, как фазы нагреваются. Значит, 42, 47, 48. Значит, от 42 до 48 в этом диапазоне наши температуры гуляют. Вот я вожу лазером, значит, по самому этому хитсинку. И по вот этим VRM, смотрим, что он покажет. Ну, слушайте, неплохо. Я думал, будет во много раз горячее. Значит, где-то вот рассчитывайте, если вы берете вот эту материнку с чипсетом X570, здесь у нас 14 фаз питания. С этим процессором где-то нагрузка идет, ну, вот, 48. Максимально, я вижу, 48, это потолок. Ага, да. Ну, в принципе, хорошо. Так, давайте теперь замерим, что у нас на самом водоблоке. Какая температура? Водоблок 35, холодный, 36-35, то есть в этом районе. Теперь меня интересует, что у нас с оперативной памятью, потому что оперативная память была разогнана до 3200 МГц с частотой. Посмотрим, если она нагрелась. Ух ты. 43-42. Ну, слушайте, ребята, на самом деле, если так посмотреть, это вообще холодные компоненты. Я думал, будут в районе 50 где-то. 41. Это при том, что сейчас активно идет рендеринг. Окей. Что у нас по видеокарте? По видеокарте. Ну, видеокарта холодная. Вот я в центр прям стреляю по видюшке. 30-30-30. Хорошо, ребята. Вот следующий эксперимент, какой я хочу сделать. Давайте. Вот уже пол рендеринга он зарендерил. Значит, температура процессора еще раз. 70-71 максимальная я вижу. И нагрузка у нас на данный момент показывает 79-80 уже. Utilization. 86 даже местами было написано. То есть, вот это нагрузка нашего процента. Дальше. Сейчас я хочу увеличить RPM-ы наших вентиляторов. То есть, ставим на Performance Mode и смотрим, как они будут увеличиваться. Я вот поставил сейчас категорию Full Speed. Я уже слышу, слышу, как начинает крутить этот вентилятор. Тут уже такой легкий ураган пошел. То есть, раскручиваем на 1500 оборотов. Это то есть, это почти чуть больше, чем в два раза мы их раскрутили сейчас. Теперь давайте посмотрим, будет ли это как-то влиять. Потому что вот эти вентиляторы, они слегка чуть-чуть задувают эту эрию. Мне просто интересно, будет это как-то отражаться на наши фазы по температурам. Давайте глянем. И вправду, смотрите. Как только я увеличил обороты, то есть, охлаждение пошло все-таки, даже попадая в эти цепи питания, в этот heat sink, мы видим то, что, я бы сказал бы, на пару градусов температура упала, смотря где, ну, смотря куда стрелять, правда. Вот я сейчас в heat sink стреляю. Так, ребята, значит, чтобы вы понимали, настройки мы поставили сейчас максимально. Посмотрите, какое разрешение. Разрешение 3440 на 1440. Так, значит, по настройкам все ставим на максимум полностью. Ребята, ну, конечно же, я вам скажу так. Far Cry 5 на таком широкоформатном мониторе. Ого-го, это вообще так классно. Смотрите, какая графика. Это, блин, это просто сказка. Вот в игры играть, блин, на таком мониторе, это офигенно. Просто офигенно. На данный момент, значит, частота кадров показывает 90-92 в диапазоне. Давайте постреляем, посмотрим, что будет, как она будет прыгать. Частота кадров. Опа. Ну-ка, давай. Пам. 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 Вот, обратите, 24-25% нагрузка на процессор, а температура во время играх 60 Цельсий. 59-60 Цельсий. В принципе, неплохо. А что у нас с видеокартой? Вот это интересно. Видеокарта 50 Цельсий. Вообще круто. Блин, ребята, я думал, будет во много раз горячее. Эти все температуры. Все стабильно работает. Еще, ребята, знаете, хочу сказать. Значит, по поводу разгона. Вопрос в интернете гуляет часто, задается. Стоит ли разгонять этот процессор? На мой взгляд, я не вижу никакого смысла особо его разгонять. Честно слово. Вот я его разгонял, я получаю где-то, может, на 7% больше результата. Вот и все. Там, если вот открывал синий бенч, прогонял его, я не вижу... Ну, есть разница, но она не колоссальная, да? Но при этом, если вы разгоняете свой процессор, получается, у вас увеличивается энергопотребление. Еще у вас температуры растут. По-любому. Ну, конечно же, вы же делаете оверклок, температуры будут расти. Вот. Вопрос, значит, вопрос такой. А зачем мне тогда его оверклокать, если он в стаковом режиме, если он в стаковом режиме хорошо справляется со всеми своими задачами? То есть, в игре вообще без проблем играешь. Вот у меня широкоформатный монитор стоит, у него разрешение 3440 на 1440p. Это Quad HD монитор. Я играл Far Cry, он мне показывает где-то в районе 110 frames per second. То есть, частота кадров 110 приблизительно, average, да? Если, конечно же, если я там его переключу на 1080p, на 1080p разрешение, то он мне вырастет, наверное, на фреймах 30-40, возможно, вырастет. Я это не тестировал, потому что у меня другой монитор. То есть, это более сильнее разрешение, чем 1080p. И я вам хочу сказать то, что для моего опыта я не вижу смысла его разгонять. Понимаете? Все, что я могу разогнать, это только оперативную память. Можно поставить золотая середина, это вот вы когда ставите... Опять же, зависит от каждого компьютера, от каждого случая. Я поставил его на 3200. Сначала поставил на 3600, разницы никакой не увидел и скинул его на 3200 МГц. У меня нормально компьютер работает, я вообще не вижу никаких проблем. То есть, четко, быстро работает. Монтирую, монтирую видео, проблем нету в 4К. Рендеринг довольно быстро идет. Я не вижу никаких проблем. Вот знаете, ребята, я вам хочу такую вещь сказать. В сентябре выходит новый процессор от AMD. Они вот анонсировали, по-моему, в середине или в конце сентября, я точно не помню. То есть, это 12-тикорный процессор, а выходит 16-тикорный процессор. Это еще на 4 ядра больше. Блин, если, ребята, вам интересно, я могу приобрести этот процессор, чисто для прикола, вставить эту материнку и посмотреть, как он будет работать, какие результаты он нам даст. Ребята, я надеюсь, вам понравилось данное видео. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующий раз. Спасибо. Bye.